Всем привет! Добрый вечер! Меня зовут Василиса, добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я покажу вам свою повседневную укладку, расскажу про свои самые любимые стайлеры, покажу как они работают в действии. После прочтения названия этого ролика вы также поняли, что хедлайнером всего этого видеоролика будет стайлер дайсон, поэтому приготовьтесь к этому. Это мой любимый на данный момент гаджет, которым я пользуюсь для своих волос, и сегодня вам подробно про него расскажу. Давайте начинать! Здесь у меня стоит виновник торжества, гаджет, который просто миллиард мемов собрал в интернете, в инстаграме. Он у меня появился в мае прошлого года. Я ни разу не пожалела об этой инвестиции в свои волосы, потому что, правда, это совершенно другая укладка, о которой я всегда мечтала. Здесь я также разложила все свои стайлеры, которые уже некоторые закончились совсем, некоторыми я сейчас пользуюсь, это мои новые такие фавориты. Я сейчас кратко про них быстро расскажу. Вообще, в чем прикол? Это неполноценный фен, к которому мы привыкли, то есть это нужно понимать. У него немножко другой поток воздуха, им можно высушить однозначно волосы с нуля, когда они очень влажные, но мне лично нравится работать именно с Дайсином и с моими волосами, когда волосы вот именно в таком состоянии, полувлажном. То есть я их никак еще не сушила феном, они у меня сыроватые, благо летом это не так раздражает. Мне нравится именно в такой текстуре начинать свою укладку, поэтому я использую такие спреи, которые помогают просто придать объема, текстуры волосам. Я очень долгое время, мне очень нравилось с Дайсином использовать вот этот спрей Superstar от Backhead. Тиги Брат, я не знаю, как правильно его называть, но это очень популярное средство среди хейвстайлистов, среди стилистов. Обычно, когда, например, приезжают с выездом делать прически, в основном стилисты, визажисты используют вот это средство. Это такое средство, которое придает текстуры волосам, то есть, например, если у вас волосы сухие, вы, например, утром, вот опять же, так же вот у вас высохла голова, но вы хотите уложиться, вот это средство идеально помогает волосам стать более податливыми, текстура дольше держится на волосах, если вы делаете локоны, очень классно на всю длину носить, потому что волосы становятся более твердыми. И мне вот очень это средство нравится, я хочу в скором времени пить вторую баночку, просто я хотела найти альтернативные варианты, может быть, более бюджетные этому средству. Оно стоит в районе полторы тысячи восемьсот, в принципе, хорошее вот средство, за его деньги его очень надолго хватает, объем хороший, единственное, с собой возить не очень удобно. Так, следующее средство, которое я покажу тоже, это вот был мой фаворит еще, кстати, до Дайсона, это пенка от Schwarzkopf, леника Got To Be, это Push Up Spray Mousse, мне он очень нравился, я им раньше очень долго пользовалась, он классно придает объем волосам, невероятно вкусно пахнет, и мне нравится, правда, как вот эффект сохранялся на протяжении дня, я его всегда наносила тоже на влажные, например, корни волос, и прям кайфовала на протяжении дня от него. Следующий стайлер тоже появился действительно недавно, они, в принципе, чем-то похожи, но это более щадящий. Если вы хотите, чтобы у вас хорошо держалась текстура, смотрите всегда, есть ли в составе морская соль или сахар. Обычно такие сахарные спреи для укладки помогают придать волосам текстуру, которая очень классно смотрится на протяжении дня, и вот как раз все у меня всегда спрашивают про вот этот красивый объем на волосах, и как раз благодаря текстурам, текстурирующим спреям это и происходит. Спрей, он made in USA, очень у него классная упаковочка, можно попроизвать на цветочки при желании, чтобы у них тоже была текстура. Он очень классно придает объемы, не навязчивый, я его наношу также на всю длину. Еще одно средство от Got2V, мне очень нравится, кстати, линейка Got2V, очень классный продукт, за свои деньги офигенно работают, поэтому это прекрасная альтернатива всем люксовым спреям. Термоспрей, он как бы выпрямляет волосы, но я из-за того, что наношу потом, после него текстурирующей спрея, который держит, например, локоны на моих волосах, он не сильно мне выпрямляет волосы, но опять же его можно использовать перед утюжком, если вы выпрямляете волосы. Я его сейчас как раз распределю на всю длину, просто чтобы у меня была термозащита на волосах. И вот его классно наносить вот на эту текстуру, как раз по качеству. Я буду с вами дальше болтать, он впитается, и мы сможем приступить к укладке. Так, далее, что покажу, это мусс, про который я рассказывала в прошлом видео. Это вот мой фаворит этого лета, мне очень понравился этот мусс для придания объема волосам. И сейчас я его как раз тоже нанесу. Это L'Oreal Professional. Им также можно делать эффект влажных волос, но мы этого делать не будем. Вот так вот. Еще раз. Вот такой вот гель. Распределяю. Я его ладошками распределяю. Вот так вот. И наношу на корни волос. Он пахнет мужским парфюмом. И он поможет как раз придать моим корням объем. Но его можно прям очень чуть-чуть наносить. Я даже сейчас переборщила. Далее здесь у меня идет масло Эльсеф. Его я наношу в конце укладки. Или когда волосы влажные, тоже мне очень нравится. И дальше у меня уже идут лаки. Это тоже вот линейки Got To Be. Пуш-ап для волос тоже из линейки. Вот мусс ягодный. Аромат просто невероятный. Единственное, вот именно распылитель часто ломается, когда падает. И вот этот новый у меня лак для волос. Это подвижная фиксация. Существуют лаки с сильной фиксацией и с подвижной фиксацией. Подвижная фиксация подходит для того, чтобы вот просто закрепить эффект, но не делать такое вот, не знаю, волосы, как вот куклы завитые. Знаете, бывают такие лаки. Нет, мне очень нравится подвижная фиксация. Если мне нужно что-то посильнее, то я использую вот такой вот лак. Это тоже Bad Hat TIGI Mini Hard Hat. Это вот именно, когда я хочу, чтобы у меня челка именно стояла, да, на голове. Или когда я хочу, чтобы локоны дольше продержались, если на улице влажно. Я его использую уже после легкой фиксации. Но опять же, очень легко его распыляю, потому что он достаточно стойкий. Ну и также после просушки волос я использую сухой шампунь. А это Profs. Но вот этот шампунь сухой я наношу в конце тоже укладки, чтобы придать волосам интенсивного оттенка, потому что он как раз обладает оттенком для брюнеток. И мне очень нравится вот более интенсивный оттенок волос делать. Давайте приступим к укладке. Я сейчас также распределю вот такой вот спрей. Этот бренд называется Aiden Style Therapy. И я его тоже сейчас распылю на всю длину. Это просто, чтобы мои локоны легкие держались. После того, как я выхожу из душа, я всегда через некоторое время расчесываю аккуратно волосы, чтобы они ровно высыхали. И в принципе, если вы сейчас летом, да, когда жарко, не любите использовать фен, то вы можете наносить все те же стайлеры и оставлять вот такую текстуру. Мне, кстати, вот очень нравится так оставлять волосы. Это тоже смотрится очень красиво. Я сначала беру обычную насадку. В принципе, в Dyson, если вы не знали, здесь есть обычная насадка. Здесь есть тоненькие насадки для более тоненьких локонов. Также есть более объемные насадки, которые мы сегодня будем использовать. Я их чаще использую в повседневных локонах. Есть две расчесочки. Вот такая более с массажными, розовая. И которая мне меньше всего нравится. Я ее реже всего использую без насадок. Не знаю, зачем она вообще нужна. И вот такой вот брашинг. Им я укладываю челку и также им все себе красиво укладываю. Я сначала использую обычную насадку и просто сейчас просушу волосы еще раз. Сушу всегда на средней температуре, потому что очень горячая. Все равно портит волосы даже, несмотря на то, что это Dyson. Температура тоже очень важна. Здесь также можно поднимать колесико вверх и будет дуть в холодный воздух. Это делается, например, на локонах, чтобы локоны дольше держались, и они сразу могут охлаждаться. В общем, я включаю Dyson и просто просушиваю, чтобы убедиться, что корни у меня сухие. И волосы просто готовы к укладке. Чтобы у меня был прикорневой объем, я наклоняю голову. И так просушиваю волосы. И рукой также помогаю, как бы, тереблю корни. Фух. Моя задача была распушить волосы. Теперь я беру другую насадку. Я беру брашинг. И теперь я буду делать прикорневой объем брашингом. Делаю я это достаточно хаотично. Теперь я разделяю волосы. Я просто беру верхнюю половину, делаю такую дульку. И теперь я также брашингом на затылку буду проходить так, потому что я не всегда вот здесь вот просушиваю волосы. Волосы летом это тоже, опять же, окей, но осенью это чревато тем, что меня может продуть просто. Поэтому я просто брашингом прохожусь вот от корней, задней части головы до кончиков. Могу даже немножко завивать вот так на брашинг волосы. После того, как я уже уложила волосы брашингом, они чуть-чуть у меня влажные. Это прям такая идеальная кондиция волос для того, чтобы приступать к укладке вот такими насадками. Здесь по паре всегда насадок идет. На одной насадке воздух идет в одну сторону, на другой воздух направлен на другую. Это все сделано для того, чтобы красивая была укладка, чтобы волосы от лица лежали. Это так принято, чтобы волосы красиво лежали от лица. Я беру достаточно крупные пряди, потому что когда я тороплюсь, мне хочется, чтобы это было быстрее. И из-за этого у меня как раз не получаются такие дульки огромные, да, а получается вот красивая такая объемная укладка. Сейчас я буду брать достаточно крупные пряди и накручивать их. Я это делаю достаточно быстро, потому что уже у меня набита рука. Когда я делаю локоны у лица, то я чуть побольше делаю завивку, потому что я хочу, чтобы вот тут был как бы прикорневой объем тоже. После того, как я закрутила вот легкие локоны, я их собираю в один локон. То есть это выглядит примерно вот так. Вот у меня волосы все лежат в одном направлении. Нанесу немножко еще спрея, чтобы локоны были более стойкие. И начинаю накрутку с этой стороны. Теперь у меня с двух сторон, с этой стороны чуть побольше, закручены волосы. Теперь я распускаю дульку. Можно и так оставить, это тоже выглядит красиво. Я вот так вот оставлю сейчас это все досье и возьму опять брашинг и буду прочесывать вот такими вот движениями, чтобы опять создавать прикорневой объем. Теперь я разделяю на две части и буду накручивать вот эти оставшиеся зоны. Важный момент, который я не упомянула, челку я не трогаю. И сейчас я буду показывать, как я ее укладываю. Я беру насадку, которая укладывает вот именно правую для меня. Вот я в правой руке держу стайлер. Именно в правой руке я укладываю волосы, в правую часть. Я беру челку и поднимаю ее вот таким вот образом, как бигудю. Таким образом у меня от лица укладывается челка. И она у меня будет так вот красиво стоять. Теперь я беру другую сторону. Вот получается, видите, вот этот усик, который все так любят, получается. Теперь я беру одно нажатие масла. Одного нажатия масла мне достаточно вот на все волосы. Я вот просто аккуратно прохожусь по волосам, просто чтобы они были более сияющие, более увлажненные. Много масла, опять же, не рекомендуют стилисты использовать. И я всегда вот такие движения делаю. То есть я их руками обратно закручиваю волосы. Теперь я могу их по-разному абсолютно укладывать. Я возьму теперь еще сухой шампунь. Несу на корни. И теперь я возьму лак легкой фиксации. Зафиксирую челку. Вот так я ее приподнимаю. Сейчас, конечно, очень жарко, поэтому объем от влажности иногда падает. Поэтому я как раз и наношу сухой шампунь, чтобы я на протяжении дня могла потрогать волосы. И чтобы они у меня красиво приобретали объем. Как раз для этого и нужен сухой шампунь. Можно еще использовать такие порошковые фиксирующие средства. У меня они тоже есть, но я их в последней жизни редко использую. Из того, что у меня на корнях есть такая муссовая текстура, у меня волосы легко поддаются любым манипуляциям. То есть я вот хочу поставить вот так вот у корня челку, она вот у меня будет так стоять. Опять же, с челкой я могу делать разные манипуляции. Хочу вот ее вот так вот на бок сложить, хочу ее домиком разложить, она будет мне поддаваться. Далее, что касается вот этих вот красивых завитушек. Мне вот нравится так делать, когда мне хочется более такой пупупиду эффект. Я тогда на вот эти более тоненькие насадки накручиваю более мелкие пряди. И тогда у меня получается такой более афро-объем. Мне вот безумно нравится вот такой эффект волны, то, что волосы просто аккуратно, красиво лежат. Периодически, когда я тороплюсь, я могу даже не использовать никакой стайлер, а быстренько накрутить волосы. Опять же, даже на одну насадку. Потом уже использовать масло и сухой шампунь. Тогда у меня просто будет держаться объем. Конечно, может быть, локоны будут не настолько устойчивыми, но, в принципе, мне такой эффект тоже очень нравится. Также в последнее время мне нравится у лица выпрямлять челку по бокам, по пробору и тоже делать объем. Тоже такая прикольная укладка получается. Кстати, важно забыла сказать про насадки. Если у вас волосы длиннее, чем у меня, то вам нужно брать Dyson с более длинными насадками. Вот именно для локонов, потому что некоторые вот их как раз докупают. И мне иногда не хватает, конечно, моей длины. Но, в принципе, я уже приноровилась и нормально у меня получается все делать. Но, опять же, если у вас длинные волосы, вам будет неудобно с такими классическими насадками. Поэтому тоже имейте это в виду. Опять же, я не всегда использую все насадки. Вот я здесь как раз приготовила две расчески, которые я часто использую. Это вот такая щетка, которой я расчесываю волосы, и брашинг. На брашинг я вот тоже могу просто уложить волосы, завить их на кончиках и уложить челку. И, в принципе, я вот использую вот эту насадку, и все. И тоже имя очень классно укладываюсь. И ничуть не хуже у нас как бы есть еще обычный такой фен, которым, например, я сушу волосы, когда они у меня прям очень мокрые. Потому что именно интенсивность воздуха у Dyson, она вот, опять же, как говорю, не настолько сильная, чтобы прям мокрые волосы сразу после вот душа высушить. Это будет вот чуть дольше, поэтому он называется Styler. Он как раз вот именно работает с полусухими волосами. И, опять же, поэтому я использую разные текстурирующие средства на всю длину, если волосы уже совсем сухие. Ну что, на этом видео подошло к концу. Собственно, это все про мою повседневную укладку. На самом деле, опять же, делаю я ее минут за 7-8. Вот это прям идеальное для меня такое время. То есть локоны у меня так много не занимают. Я даже чаще не делю волосы на секции, а просто сразу кручу. Все ссылки на мои стайлеры я оставлю в описании, чтобы вы могли что-то для себя приобрести. Если у вас остались какие-то пожелания по другим укладкам, прическам, которые вы хотите, чтобы я вам показала, то оставляйте в комментариях. Я обязательно для вас сниму такое видео. Также я буду очень рада, если вы поставите палец вверх и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Не забывайте нажимать колокольчик, так вы будете знать, что мое видео вышло на канале. Также подписывайтесь на мои инстаграм-аккаунты Василиса Миллениум и Мейкапа Василиса. Я там часто появляюсь и часто рассказываю веселые истории из своей жизни. Я желаю вам прекрасных объемных укладок. Не бойтесь, это на самом деле не так сложно, как кажется. Главное вот иметь два прикольных стайлера, которые будут помогать вам в работе с вашими волосами. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.